Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. День кубанского казачества отметили с размахом. Камера, мотор. В Анапе снимают сериал. Молодежь курорта выбирает спорт. Делегация Краснодарского края примет участие в пятом международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов, который пройдет 24 ноября в Омске. На сегодняшний день Краснодарский край входит в число лидеров по уровню развития социального предпринимательства среди регионов России. В регионе активно развивается сеть центров инноваций социальной сферы. И к другим новостям. В минувшие выходные в станице Полтавской торжественно отпраздновали 319 годовщину образования кубанского казачьего войска. Традиционно в день кубанского казачества со всего Краснодарского края съехались казаки, представители органов власти и духовенства, студенты и школьники. Красноармейский, Славинский, Тимрюкский, Крымский, Абинский, Калининский, Приморскохтарские районы и город-курорт Анапа. Губернатор Кубани Вениамин Кадратьев в своем выступлении подчеркнул, что казаки – настоящие патриоты, были, есть и будут. Когда четверть века назад на Кубани заговорили о возрождении кубанского казачества, многие отмахивались и говорили, что настоящие казаки уже в безвозвратном прошлом. А нынешние – это так, фольклорная группа, ряженые. Но теперь даже заскорузлые скептики признают, что именно с Кубани началось возрождение всего российского казачества. Вы, именно вы, кубанские казаки, проделали долгий, большой и трудный путь, чтобы снова иметь право служить отчизне, чтобы снова иметь право называться народом, чтобы снова иметь право жить на своей земле и быть ее хозяевами. 25 лет назад именно с Кубани началось возрождение вековых казачьих традиций. На сегодняшний день задачи у казаков обширные – охрана правопорядка, противопожарная профилактика, спортивные мероприятия, военно-патриотическое воспитание молодежи. Они всегда готовы первыми прийти на помощь, будь то наводнение в Крымске или защита населения в Республике Крым. Одной красивой формой, папахой или фуражкой, авторитет и уважение среди жителей не завоюешь. Заявовать это можно только делами конкретными. И мы эти дела с вами делаем на сегодня. Мы занимаемся всеми видами государственной службы, которая определила нам государство. Мы занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Мы рассказываем детям, что такое Родина. Казаки прошли торжественным маршем. Анапская делегация – самая многочисленная. Представители анапского казачьего общества в очередной раз продемонстрировали на параде не только четкий строевой шаг, но и безупречную выправку. Новая эпоха казачества становилась непросто. Ветеранов казачьего движения отметили памятными наградами. Глава города-курорта Сергей Сергеев поблагодарил анапских казаков за активную патриотическую работу и поощрил благодарственными письмами и денежными премиями. В широких народных гуляниях принял участие и губернатор Кубани. Анапский курень встречал руководителя региона румяным караваем, звонкими застольными песнями и подарками в лучших казачьих традициях. Сегодня на улице Шевченко образовался серьезный затор. Водители наблюдали печальную картину. На проезжей части перевернувшийся автомобиль. Авария произошла на пересечении улиц Самбуровой и Астраханской. По предварительным данным, девушка автомобиля ВАЗ-2110 нарушила проезд перекрестка, проехав на красный сигнал светофора. Автомобиль столкнулся с двумя другими – Митсубиси Паджеро и ВАЗ-2199, следовавшими по улице Астраханской. Основной удар пришелся на автомобиль Митсубиси. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу. В салоне помимо водителя находились две женщины, одна из них беременная. Пострадавшие отделались ушибами и ссадинами и доставлены в больницу для полного обследования. Участники дорожного движения будьте внимательны и вежливы друг к другу на дорогах. Эти условия непременно спасут жизни многим. До 2016 года будущим пенсионерам необходимо принять решение, куда инвестировать в пенсионные накопления. В последнее время активизировались представители негосударственных пенсионных фондов, которые агитируют перечислить им накопительную часть пенсии. Не всегда их действия и приемы агитации соответствуют истинному положению вещей, комментирует ситуацию начальник управления пенсионного фонда в Анапе Георгий Колпакиди. Для того, чтобы гражданам правильно принимать решение по данному вопросу, они должны знать необходимую информацию. А именно, на накопительную часть работодатель перечисляет 6%. Для того, чтобы эта накопительная часть не обесценилась, она подлежит инвестированию. Те граждане, которые никогда не принимали никаких решений, не писали никаких заявлений о переводе своей накопительной части куда бы то ни было, инвестированием накопительной части у таких граждан занимается государственная управляющая компания Внешэкономбанк. Но гражданину предоставлено право сделать свой выбор и перевести свою накопительную часть в негосударственный пенсионный фонд. Подробную информацию об инвестировании накопительной части пенсии вы найдете на нашем сайте. В любом случае, где хранить накопительную часть пенсии, решение остается за гражданином. И к другим новостям. В Анапе снимается кино. Первую часть сериала «Истина в вине» уже посмотрели телезрители канала «Россия» в начале мая 2015 года. И вновь на съемочной площадке закручивается сюжет мелодрамы о любви, виноделах, их верности профессии и долгу. Внимание! Начали! Сегодняшний съемочный день фильма «Истина в вине 2» проходит в зале торжеств «Восточный» на хуторе Красный. Снимаются сцены торжественного приема в честь лучших виноделов. Главные герои четырех будущих серий российского телевизионного сериала Никита Зверев, Яна Шибкова и Александра Афанасьева-Шевчук не считают дубли. «Хлопушка» привычно вмешивается в сериальную жизнь всякий раз, когда режиссер фильма Дмитрий Сорокин на экране своего монитора находит неудачный ракурс съемки или когда неискренним вдруг кажется актер в истории, которая более всего все-таки про любовь. Прошел эфир в мае достаточно с хорошими рейтингами и поэтому решили запустить вторую часть. Хотя о второй части уже говорили в прошлом году, то есть уже начали писать тогда вторую часть. Мы ждали, как пройдет эфир. Эфир прошел удачно и запустили сразу же вторую часть. На площадке мы встречаем знакомого нам уже человека. Директор кинофестиваля «Киношок» Антон Кальдин, исполнительный продюсер кинокомпании «Медиапрофсоюз». «Естина Вине» это уже 15-я работа, параллельно сейчас снимается фильм «Цыганское счастье». Также идут съемки в районе Анапы, районе Новороссийска и все интересные ландшафты мы пытаемся захватить. Антон Кальдин рассказывает о том, что среди множества самых разных специалистов, без которых невозможен фильм, уже не в первый раз принимают участие анапчане. Они учатся и открывают для себя раз и навсегда секреты новой профессии. И, конечно же, любовь к ней. Как когда-то это чувство завладела Юлия Попенко. Сегодня Анапчанка – второй режиссер фильма. Юля, давайте. Рвануть в большую маску. Да, да, да. Секунда. Сергей, давайте бегом к нам. Оша Егоров тоже, пожалуйста, к нам. Процесс идет. Да, извините. Училась я в Кубанском, Краснодарском институте культуры и искусств. Закончила кафедру режиссура. Вот, где декан Рунов Владимир Викторович. Вот, моим мастером был Гиберт Григорий Григорьевич. Вот, в принципе, за что большое спасибо. Вот Гиберту огромное, да. Александра Афанасьева-Шевчук в обычной жизни хрупкая и скромная девушка. Но роль дает ей возможность сыграть серьезные человеческие чувства. Я играю такую, поначалу, стерву. Вот, мне очень нравится играть стерв на самом деле. Потому что есть что играть. Но потом я становлюсь ближе к концу положительным персонажем. И что же этому способствует? Любовь. Все-таки в основе этого фильма любовь, да? Любовь – величайшая сила. Да, я думаю, любовь способна изменить человека полностью. Испытать на себе чарой бизнес-вумен придется Никите Звереву, актеру, хорошо известному зрителю по таким фильмам, как «Дар Божий», «Любовь на острие», «Ножа», «Аэропорт 2» и многие другие. Всегда главное в человеке, в кино – партнеры. Я кто? Я что-то говорю текст. У нас потрясающие актеры, партнеры. И я с ними вырисовываю историю о любви, о изменах, о счастье, о потере, ну и, конечно, о вине. Коренной москвич, актер Никита Зверев считает, что пока у него плохо получается понять душу простого крестьянина. Но он относится к их труду с огромным уважением. А это дает шанс на то, что зритель узнает в любимом актере крепкого крестьянина и хорошего человека. Он перевернул литературную жизнь Анапы. Строитель по образованию, прошел трудовой путь от мастера до управляющего строительным трестом. 22 года занимал должность проектного института в Сталинградской области. А только за два года жизни на нашем курорте создал уникальное издание, без которого культурную жизнь Анапы сегодня невозможно представить – журнал «Высокий берег». Поэт, прозаик, главный редактор журнала «Высокий берег» Виктор Фокин. Поныне в память анапчан. Переехав в Анапу на 73-м году жизни, Виктор Фокин активно включился в культурную жизнь курорта. Так появился новый литературно-художественный и публицистический журнал «Высокий берег». Благодаря журналу много авторов получили возможность печататься. Колоссальная работоспособность редактора стала движущей силой всего коллектива. Если сравнить работу редакторов с авторами, то, конечно, надо только удивляться этой работоспособности Виктора Ивановича. Просто удивительно. Он мог часами сидеть, вычитывать эти произведения авторов. Не только для себя все отпомечал. Потом садился рядом за стол с автором и над каждой пометкой работал. Коллеги Виктора Ивановича вспоминают с теплотой. Второй год в библиотеке проводится «Вечер памяти поэта». Друзья и коллеги читают его стихи. Литературное наследие Виктора Фокина – 15 сборников стихов, повестей, рассказов и песен. Она зардеет на снегу и поманит призывом страстным, как будто солнце набегу легко взмахнуло кистью красной. В Анапе поэт прожил недолго, но его литературный труд навсегда останется в истории курорта. Молодежь выбирает спорт. В минувшие выходные в Анапе состоялся ежегодный девятый фестиваль по туризму и скалолазанию на искусственном рельефе. Сквер Гудовича – любимая площадка анапской молодежи никогда не пустует выходные. На этот раз более 80 любителей активного отдыха и спорта соревновались в скалолазании на искусственном рельефе. В числе участников – школьники, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений и рабочая молодежь. Соревнования проходили в два этапа – спортивный туризм, дистанция пешеходная группа и преодоление искусственного рельефа. Ловкость, норовка и взаимовыручка. Без этого юным скалолазам не обойтись. Победу в возрастной группе от 14 до 17 лет одержала команда Центра творчества. На втором месте – ученики средней школы номер 11, почетное третье место у команды университета имени Шолохова. В возрастной группе от 18 до 30 – лучшее время на дистанции у команды Сочинского государственного университета. Команда сельхозтехникум на втором замыкает тройку лидеров команды Анапского индустриального техникума. В Санкт-Петербурге прошел пятый суперфинал международного проекта «Салют талантов» – музыка фестивального сезона 2014-2015 годов. Своё мастерство представили более 600 юных музыкантов из 67 городов России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Финляндии. Софья Бейман из Анапы стала лауреатом первой степени и прошла в галоконцерт суперфинала, который состоялся в концертном зале отеля «Санкт-Петербург». Поздравляем нашу землячку с высоким результатом. А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник 20 октября в Анапе малооблачно без осадков. Температура воздуха днем плюс 12-17 градусов. Ночью до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров притудного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступные качественные одежды для детей и взрослых «Модная школа» можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.